Неприятный сюрприз получили в этом месяце некоторые жители села Ивановка. Им принесли платежки за вывоз мусора, которых они не видели уже несколько лет. Поначалу люди обрадовались, и наконец-то у них начнут убирать ТКО. Но вскрыв квитанцию, ужаснулись. Почему пришла платежка сразу на 17 400, а где платежки на 500 рублей, на 1000 рублей? Ну, начало, где? Оказывается, им по полной насчитались с 2018 года, когда в Саратовскую область пришел рекоператор. Вот только условия для вывоза мусора никто не обеспечил. Жители сами решают вопросы с утилизацией. То, что горит, отправляют на растопку, пищевые отходы собакам. Ближайший бак на другом конце села, и до него больше километра. Бак должен быть расположен не ближе 20 метров к жилому дому, ну и не дали 100 метров. Это вот здесь вот на сколько улиц, я не знаю, какая здесь площадь, но тут рядом баками не пахло у нас. Никаких баков, которые стоят в округе, вот по нашему району. И поэтому меня, конечно, возмущает, если не оказана услуга, на каком основании мне принесли вот эту расчетку на 17 400. Обеспокоенные должники поневоле начали узнавать, нет ли тут ошибки, может долги не их. В Балакове офиса рекоператора нет, поэтому пришлось дозваниваться до Саратова. А там ответ простой. Что у вас нет баков, это нас не касается. Как бы мы этим не занимаемся по закону, вы обязаны платить. Сказали, что счета есть на всех. Вот вы туда пойдите, там, значит, себя отметьте, и вам тут же придут расчетки. И никто не идет, потому что все боятся получить такие же. Ивановка и Маянга – это два села в Балаковском районе, где остался вывоз мусора из контейнеров. Остальные села перешли на бестарный способ. Машина приезжает в определенные дни и собирает мешки. В этом случае порядка больше, нет мест скопления хлама. А в Ивановке в центре две контейнерные площадки, и жителям ближайших домов не позавидуешь. Каждый день он приезжает, погрузчик, убирает только вот это. Что здесь творится, ничего не делает. Вот недавно лежала тут гора. Мы все убрали. А это вы убрали? Мы, мы убираем. Тут несут и землю, тут несут и шины от машин. Говорим, почему не вывозите? Это мы не вывозим. И вот мы три дома, каждое утро встаем и ходим, убираем. О, бардак какой! Оплатим за мусор. На три улицы Садовая, Гагарина, там еще сельхозтехникум. Нету ничего, все здесь. Все везут с Краснояра сюда прут, с Садовых прут сюда. Раньше стояли на Гагарина, там центральная улица нельзя. Там хлам. Мы устали. Уже крыс убиваем, крыс. И тут вот шитовая. Не дай бог, летом кто подождет, все. Мы останемся без света. Дом старье. Это вообще будет. Жители не прочь перейти на бестарный способ утилизации. И тогда они хотя бы будут реально получать услугу и оплачивать ее, а не воздух. На защиту интересов жителей встал глава Балакова Роман Ирисов. Жители обращаются на свадки. Просат оказать содействие для того, чтобы перейти на бестарный способ. Что-то я бы не хотел сделать. Что-то я смогу с того, чтобы проводить. Да, мы выезжали туда, я лично выезжала. Жителям было предложено собрать снициативный выбор, провести собрание жителей, где они должны большинством количества голосов перейти, проголосовать за переход на мешкок права. Они как только определяются с датой, куда выйдет, проведем это собрание, как только мы соберем большинство подписей, напишем согласование на рекордратор. Эксперимент с введением бестарного способа вывоза ТКО в Балакове показал себя с положительной стороны. Поэтому и оставшиеся два села, Маянга и Ивановка, тоже планируют перейти на этот способ. Иначе от гор мусора на контейнерных площадках не избавиться.